Доброе утро, Анжела! У нее же были дети, которые уже выросли, приезжают внуки. Наверное, есть какие-то семейные фотографии. Вот, Сашенька, это мой дом. Я постаралась, как могла, в светлых тонах, таких мягких, создать уют. А ты знаешь, у тебя чувствуется такая добрая атмосфера, и вот домом пахнет. Вот знаешь, говорят, домом пахнет. Приятно находиться очень. А вот это моя лапочка-внучка. Красавица! Зовут ее Викуля. Ой! У нас настолько с ней схожи вкусы, взгляды. Даже когда она еще была маленькой, годик, она уже капризничала, если мама ей вдруг не то одежду одевала. Она просто так ручкой отталкивала и всем видом своим показывала. Нет, и все. Юля сначала не могла понять, в чем дело, а потом она говорит, мама, это вся вылета в тебя. Сейчас уже ей 6 лет, у меня под каждое платье сумочка. Дочь смеется, она говорит, мама, у меня нет столько сумок, сколько у Вики. Сколько ты о внучке можешь говорить по времени? Три часа, четыре к ряду? Двадцать четыре. Анжела очень гордится достижениями своих последних лет. И я думаю, что у нее должны обязательно присутствовать какие-то фотографии, благодарности, письма, возможно, связанные с теми людьми, которые ей благодарны за вот ее деятельность вот эту. Вот с этой почетной грамоты когда-то много лет назад началась моя бурная риэлторская деятельность. Ты тогда была Батищева? Да, было такое. Я была замужем, но три года назад я решила круто в очередной раз изменить все в своей жизни, взяла девичью фамилию, и теперь я Русакова. Вот оно что! Так, и это почетная грамота дана тебе за что? Когда я пришла работать в компанию, необходимо было сделать сделки, а у меня была очень серьезная финансовая ситуация, нужно было возвращать деньги, которые были заняты моим бывшим супругом. Я за три месяца стала из стажера экспертом. При знакомстве Анжела рассказала о своем хобби, то, что она пишет стихи. Я бы даже не удивился, если бы узнал, что она как бы издавала книги, ну, то, что ее стихи издавались, публиковались прям большими тиражами. Я издала свой первый сборник стихов. В общем-то, я и не думала, писала просто для себя, что называется, в ящик. Но мои друзья, когда читали, им очень нравилось, и в конце концов они меня заставили просто-напросто его издать, потому что говорили, говорят, хочется взять твои иногда стихи и просто почитать. А я тут нашел интересное стихотворение «Рецепт счастья». Добавьте ей радость в кастрюлечку вашу, чтобы жизнь родник наполнял полной чашу. Улыбку, любовь и мечту все смешайте. И вот оно, счастье. Прошу, принимайте. Слушай, какое кулинарное стихотворение счастья. Как раз к сегодняшнему нашему званому ужину. Слушай, замечательно. Анжела, к сегодняшнему дню готова? Готова. Три блюда в голове? В голове. Ну, пойдем, расскажешь. Пойдем. Я думаю, что Анжела достаточно хорошо готовит, потому что женщина уже с опытом, с определенным, с высоты прожитых лет, ей, наверное, лучше и видней. И она знает, как это лучше готовить. Я думаю, у нее будет сегодня очень хороший ужин. Быть хозяйкой финального званого ужина непросто, ответственно. Но я думаю, ты готова. Я очень старалась. Итак, что у тебя на закуску? На закуску у меня баклажаны, солнце Востока с томатным соусом. Ох, я думаю, здесь ты не поскупилась на выдумку. Основное блюдо? Рулетики, горный пейзаж со свиным фаршем и орехами. Как художница. И десерт. И десерт. А десерт персиковая радость с дыней. Ух ты, как интересно. Анжела говорила, что она женщина с Востока. Это прослеживается в ее названиях. Меню подобрано, в принципе, адекватно и на мой вкус. Я ожидал увидеть более сложное и более загадочное, что ли, меню. Все выглядит очень красиво, очень вкусно. Единственное, что мне не понравилось, это закуска. Сегодня в «Званом ужине» заключительный день соревнования гостеприимных хозяев. И пройдет этот вечер у руководителя компании недвижимости Анжелы Русаковой. Виктор, добрый вечер. Привет, Анжела. Как у тебя? Замечательно. Все успело. Все успело. Замечательно. Здорово. Я рада была. Ждала. И ходи, пожалуйста. Спасибо. При встрече я обратил внимание, что сегодня Анжела была не в ударе. То есть она была немножечко, даже, я бы сказал, сильно уставшей. И как бы так немножечко такой отстраненной, равнодушной. Гоша, добрый вечер. Добрый вечер, Анжела. Наконец-то я до тебя добрался. Я очень рада. Ты не промок там? Да нет, не успел. И, как всегда, не с пустыми руками. Держи. Это тебе кактус. Это не срезанный цветок. Он будет у тебя очень долго расти. Да, я поняла. Это, видимо, для того, чтобы меня от всех бед оберегал. Конечно, и это тоже. Спасибо большое. Проходи. Спасибо. Я считаю, что Анжела любит ухаживать за растениями. Ей будет интереснее и запомнится надолго, когда она будет растить кактус. Виктор, как тебе квартира? Про себя радуюсь, что угадал на 100%. Единственное, я думал, что азиатская такая вот роскошная будет, а она получилась европейская, такой классицизм. Наверное, вот это самое интересное. Сертификат. Анжела Викторовна совершила прыжок с парашютом с высоты 4 тысяч метров. Твою мать. 4 километра. Да это вообще. У меня есть друзья, чемпионы мира по парашютному спорту, и они более 10 тысяч прыжков сделали. Так вот, 4 километра – это та высота, с которой один человек никогда первый раз не прыгнет. Поэтому у меня какое-то сомнение возникло. Я думаю, что там ошибка, опечатка, может, там километр хотя бы, но не выше километра. От бабушки Анжелы. А это уже внуки, да? А, бабушки Анжели от внуков. Вот так вот. Дочка. Видно, что внуки. Двое внуков, да? Двое внуков. Ну что, семья вся в сборе. Смотри, ведь это же не просто фотографии. Это фотокнига. Я даже не вырубился сначала. Сделанная. Все фотографии подписаны. Какое дата? Где? Не, ну это прям очень четко подчеркивает важность для Анжелы, вот семейный круг. Да, она любящая мать, хорошая бабушка и действительно такая семейная женщина. Это достойно похвалы. Лена, добрый вечер. Проходи, пожалуйста. Мама, счастливого семейства. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Добрались до вас и до пятницы. Спасибо большое. Добралось все хорошо? Да? Замечательно. Проходи, пожалуйста. Спасибо. Анжела встретила радостно, хорошо, сказала приятных много слов, что ждала меня. Я надеюсь, что это было искренне. Сергей. Анжела, здравствуй. Добрый вечер. Добрый вечер. Ждала? Ждала, конечно. Как ты добрался? Торопился, торопился. Наверное, самый первый даже. Да нет, уже ребята пришли. Я просто так, я тебе с презентом. Ой, спасибо большое. И надеюсь, сегодня мы прям повеселимся и отведаем. Ой, какая прелесть. Я не предлагаю, чтобы я была как кошечка. Ну, вам виднее. Проходи, пожалуйста. Спасибо. Анжела меня сегодня встретила хорошо, тепло. Мне было видно, что она рада меня видеть. Она шутила. И мне было очень приятно. Смотри, что я вижу. Обалдеть. Вот это она активистка. Вот это да. Ты представляешь, как она все это может? Квадроциклы, лошади, папуа с бабненьком. Вот это да. Даже я, как мужчина, ну, я стольких вещей прям не знаю. Ты заметила, что она брюнеткой была? Да. А ты смотри. Дайвинг. Дайвинг. Вот это да. Я не ожидала, что Анжела настолько активна. Я думала, конечно, что она, наверное, ездит иногда в какие-то путешествия и чем-то увлекается. Но что всем сразу. И прям адреналин, наверное, зашкаливает у нее в жизни. Вот это вот, скорее всего, внучка Анжела. Похоже даже чем-то с Анжелой. Вот-вот-вот ты меня прям опередил. Прям вот такие прям черты Анжелы, только вот маленькая. Какая-то кимоно в японском. Да-да-да. И, наверное, тоже такая вся будет такая прям продвинутая везде. Она все будет уметь, все будет хотеть. Приятно, что несмотря на свой активный образ жизни, она все-таки так по семейной фотографии держит. То есть она, наверное, хорошая очень бабушка. Что меня порадовало, то, что я у Анжелы, я увидел фотографии внучки. То есть я как бы ожидал это увидеть, потому что Анжела рассказывала, что есть внучка, как она любит внуков. Но почему-то фотографии только одной внучки, а не всех остальных. Ведь она же не одна у нее. Время неумолимо бежит вперед. Пора начинать трапезу. Анжела готовит к подаче баклажаны солнца Востока. У нас последний ужин. Интересно, что же нам приготовила Анжела. Стол, во всяком случае, надо накрыться старанием, да, цветочек. Наверное, это все будет очень вкусно прям. И самое главное – хлеб. Во всяком случае, красиво точно. Сервировка стола сегодня была не очень удачная, потому что цветы вот эти напомнили какие-то веньки похоронные. То есть для меня это дико. Если цветы на столе, они должны стоять в Азии. Так, Гоша. Ух ты, красотища. Лена. Спасибо. Выглядит очень аппетитно. Пахнет тоже. Закуска внешне вполне симпатичная была. Единственное, мне очень не понравилась вот эта вот красная жидкость прозрачная. Я как врач просто знаю, что она напоминает. И у меня вот внутреннее какое-то ощущение было, что мне хотелось с литью скорее с тарелки, чтобы тарелка была белой. Анжела, я как бы сразу скажу, извини, конечно, но я даже как бы пробовать не буду. Я кабачки не ем. Это баклажаны. Ну, баклажаны, кабачки, я их просто не ем. Это не одинаково абсолютно. Я не говорю, потому что они одинаково. Но я уважаю любой вкус, поэтому... Ну, спасибо за старание, за заботу все-таки. Сереж, ты почти такой же, как и я, вреден. Конечно, до моей капризности ему далеко. Но все-таки у мужчин это бывает редко. Мужчины обычно всеядные. Мне блюдо очень нравится, вкусно. И, по-моему, я не заметила масла. Нежирно, классно. Очень вкусные овощи. Чеснок в меру положено, незаметно. Аромат только его чувствуется. Чесноку я сегодня обрадовалась, потому что половина людей, в числе Гоши и Сергея, кашляли, чихали, плевались и все остальное. Поэтому я была рада чесноку, чтобы, не дай бог, не заболеть. Анжел, знаешь, я очень сильно люблю баклажаны, но, к сожалению, мне по вкусу они не пришлись. А что не понравилось? Они мягкие, я не привык к таким баклажанам. Я бы лучше бы баклажаны пожарил. А они прожарили? Да, мне кажется, припущенные. Да. Не, ну я вот любитель, чтобы были прям зажаристые. Не знаю. Но ты имеешь в виду чисто внешний вид? Нет. Чтобы горелым пахло. Я очень люблю баклажаны, я люблю их готовить, я люблю их есть. Но, к сожалению, мои ожидания не оправдались. Баклажан с томатом – это не то блюдо, которое бы я хотел есть. Мне блюдо очень вкусное, показалось. Единственное, что жидкость в тарелке, то есть она немножечко, вот за счет чего, Гоша, баклажаны жареные стали мягкими. Мягкие, да. Они напитали водой. Смысл, собственно говоря, и этого соуса есть в том, чтобы, когда зажариваешь баклажанчик, он же жесткий становится. И особенно жестко вот становится вот эта вот корочка. Вот в чем с Гошей соглашусь, баклажанам я тоже привык, вот таким немножко хрустящим. Но, в принципе, вот если не говорить, что это баклажаны, а просто кушать, все как бы на месте, все очень хорошо. Сам вкус закуски гармоничный, все пропорционально. Вкусовая гамма очень хорошая, такая плотная, насыщенная. Консистенция блюда неудовлетворительная в плане баклажан. То есть баклажаны раскисшие, мягкие. Ну что, дорогие друзья, я пошла за основным блюдом. Ух ты, побыстрее бы, побыстрее бы. Заключительный званый ужин недели в самом разгаре. И сейчас гостей руководителя компании недвижимости Анжелы Русаковой ждет основное блюдо. Итак, горный пейзаж. Обалдеть. Так, нет, Гоша, это Леня. Спасибо. А это Витя. А мы сидим и молча завидуем. Ну, вроде бы нормальное блюдо такое. Там есть гора, там снег, рис. Но когда приглядываешься, получается так, что мясо, оно не украшено, не обработано, и оно не пышет жизнью. Оно какое-то все высохшее. Разница есть между нашими свете и ребятами, Сережей, пышными блюдами? Это какой-то сюрприз? Да. Очень хочется попробовать. Вот какие предложения. Кушайте, может, даже хочется с Витей высказал. А, еще что там есть? И там говядина. А, еще какое мясо? В говядине. Говядина в говядине. Для вас виды? Говядина в говядине. Говядина в говядине. А вот так вот? Да. А для всех свиньевых. Обалдеть. Спасибо. Я думаю, она хотела проявить заботу о них. Она же знает их невкусы. Но, с другой стороны, это все-таки как-то обидно. Как будто им что-то додали, а нам не додали. А может быть и наоборот. Анжела, блюдо мне нравится. Оно такое красивое. Оно вкусное. Это свининка такая прям. Вот я попробовал, она мягкая, такая прям сочная. Даже вот как бы я соус не стал использовать. Так, конечно. Мне нравится. Конечно. И съем я все. Я буду только рада. Каша обалденная. Это, насколько я поняла, перловка? Нет, это не перловка. Это коричневый рис. Ой, я тоже думал. Он просто так сделан. Я даже не определила. Да. Обалдеть. Очень вкусно. Мне, к сожалению, попался камень. Камень? Ну, это, наверное, не виноват. Спасибо, ты целый. Спасибо, целый. В этом не виноват. Наверное, он был в крупе просто. Немножко рулет суховат. Попробовала суховат. Но для этого есть подливы. В общем, блюдо, получается, я не особо-то его и ела. Потому что в каше камней, мясо сухое. Зато я слопала всю зелень. Обалденно, классная была зелень. Базилик, мята, рукола. Все, что я люблю. К сожалению, большому сожалению, каши я не ем с детства. Вообще никакие. И зелень тоже я не кушаю. Так что я попробовал рулетик. В принципе, очень вкусный. Но если был бы немного сочнее, было бы намного лучше. Из основного блюда я съел только помидорки. И попробовал кусочек рулетика, который не оправдал мои ожидания. Остальное мне не пришлось по вкусу. Меня в этом блюде смущает наружный слой, потому что это явно и свинина белая. Вы думаете, Анжела обманывает? Я не знаю, но я чувствую вкус свинины. Но вот это белое мясо. Верхний слой, он никак не может быть свининой, потому что верхний слой однозначно говядина. Это вырезка. Я думаю, Анжела все-таки готовила, знала, что она готовила, старалась отдельно для меня и для Виктора. Я думаю, что Виктор все-таки ошибся. Может быть такое, чтобы они рядом пеклись рулетики и поэтому пропитал запах? Нет, но белый цвет мяса, вот это свинина, понимаешь, чем дело? Говядина не будет. Ваши два рулетика готовились отдельно в одной посуде, а три, которые со свининой, готовились в другой посуде. И они никаким образом вообще не соприкасались. То, что Витя нашел в основном блюде для себя свинину, хотя Анжела говорил, что там говядина, я не знаю, прав он или не прав. Но все-таки он себя показал гурманом, но я думаю, Анжеле это и было неприятно. Я поняла, откуда. На тарелке, на сковородке. Когда их обжаривали, получилось так, что они лежали в одной сковородке. Во, как минимум вот. Как сказать, рулетик заболел от рулетика? У меня можно не расстреливать, я просто ел, и запах чувствую, как сам не знаю, откуда. Может быть, и правда остался вкус свинины от сковородки. Ну, по крайней мере, человек старался и специально сделал для него блюдо. Я не люблю, во-первых, когда, ну, либо меня обманывают, либо это ошибка такая. Ну, там не дело в том, что жарилось, как потом Анжела сказала, в той сковороде, где жарилась свинина. Но даже если это так, ну, надо же сказать, что ты жарила там, где свинина. Ну, что ж, вот и наступил момент, когда я должна вас развлечь, увлечь куда-то за собой, если у меня это получится. Ну, ждём с нетерпением. Надеемся. Так как Анжела очень любит своих внуков, может быть, это будет связано с чем-либо детским. Либо она всё-таки стихи прочитает свои, либо она устроит для всех какую-нибудь там игру, в которой будут прям все участвовать. Либо это будет что-то, что-то, что-то такое загадочное и интересное. Мне бы хотелось, чтобы это был массажист, и меня оставили на час с массажем. Я хочу вам вручить каждому по цветочку. Ой, какая прелесть. Чудесно. Я хочу вам исполнить своё стихотворение «Остров желания», но когда я его буду читать, я попросила бы каждого из вас загадать желание. Я всегда загадываю желание, когда это интересно преподнесено, и в этот раз загадал, но какое, я вам не скажу. Витая в бездне мирозданья, вдыхая запахи миров, Стремимся к острову желания, на корабле мечты под кров. Под сень берёзовых смущений, под лучезарный звёздный свет, На берег трепетных волнений, манящих страстно много лет. Туда, где трель души поющей, закружит вальс душой иной, Воздушной, нежной и влекущей в пространство тайн за собой. Я люблю Чайковского, особенно «Бедяное озеро». И что меня удивило, мне показалось, что она писала их специально под музыку, эти стихи. Потому что так совпадали, прям с настроением музыки, с усилением музыки усиливалось в стихах её накал. И вот как-то всё так совпало. Оригинально, очень даже оригинально. Я не слышала никогда такого. Откровенно говоря, есть вещи, которые нельзя упоминать в суе. Чайковского нельзя просто делать сопровождением непрофессиональных стихов. Это неправильно. У меня аж покоробило. Я не приемлю категорически такой формы. И ни к чему судьбы роптанья, Мечты, Как млечный путь влекут. На дивном острове желания Калибре Соловьём поил. Браво! Браво! Стихи Анжелы мне не понравились, потому что по стилистике они абсолютно несовременные, относятся к классикам. А я люблю современников. Вы вспомнили мою просьбу по поводу того, чтобы загадать желания? Да. А теперь начинается интересная часть. Кто быстрее ощипит крупные лепестки? Не будем считать мелкие, которые внутри. Тогда мы узнаем, кто насколько сильно загадал желание и хочет, чтобы оно исполнилось. Раз, два, начали! Когда Анжела предложила ощипать цветок, я был не просто удивлён, я был поражён. Я считаю, что цветы надо любить, их надо лелеять. Но так как мы были в компании, это был всеобщий конкурс, поэтому я его и поддержал. А Виктор вообще оторвал всё? Да, у него всё, всё оторвалось уже тут. Его есть не надо, как счастливые билетики. Можешь засушить и сохранить. Я предлагаю перейти к десерту. Ура! Сладенькое сейчас не помешает. Финальный званный ужин близится к завершению. И скоро мы узнаем, кто станет лучшим хозяином недели. А пока гости Анжелы Русаковой отведают персиковую радость. А вот и десерт. Обалдеть, то, что надо. Это нету тут различия ни в чём? Нет. Десерт на внешний вид был отвратительный, потому что никакой фантазии я в нём не увидела. Пару долек персика положили и дынку в середине. Виктор говорил, что дыню нельзя ничем кушать. Я её отдельно специально сделала. Но с арбузом они плохо, потому что арбуз и дыня вместе одного плана. А с персиком дыню можно? Нет, ну дыню ничем нельзя. Но персики тают во рту, очень хорошие персики. Персики были очень сладкие, и дыня была тоже очень сладкая. Но на персике был дынный сок. Тогда я понял, Виктор, почему дыню нельзя ни с чем мешать, потому что вкусы смешиваются, и это не очень вкусно. Всё очень спелое, всё очень вкусное. Мне очень нравится. Но? Но мята. Мята. Мяту я не могу, к сожалению, есть, так что я спрятал, чтобы даже запаха не было. Я считаю, что мята как раз очень уместна, поскольку на первое блюдо был чеснок. Десерт был вкусным, но меня он уже не влез. И я, в общем-то, не очень люблю сладкое. Так было всё спелое, вкусное, классное. Придраться к фруктам достаточно сложно. Удачное сочетание тёмного винограда с пелого вместе с персиком. Ну, разве что то, что дыня правда не сочетается с другими, и её как-то так желательно одну подавать. И хотелось бы сюда, вот мне прямо чувствуется какой-то такой протёртый соус из фруктов тоже, ну, например, апельсиновый соус. Вот, чтобы была какая-то связь десерта. Человек, который из Средней Азии, я так ожидал, что она там умеет готовить именно вот, ну, среднеазиатская пища, там, фрукты. Да там столько они умеют этого делать. Таких чудес, там, пастила, там, пахлава, да там что-то только не делают. А тут просто аппликации свежих фруктов. Мне тоже очень понравилось оформление. Это красиво выглядело. Виноградзенькие такие, как цветочки. Ну, и вообще это в целом как цветок. Но единственное, что, как бы, вот, как бы персик мне, ну, не по вкусу. Почему-то вот я каждый кусочек, вот, как бы, пробую, он больше кислинкой отдаёт. Но мне они нравятся, когда они прям такие спелые и прям сладенькие больше, чем кислые. Из десерта я ел только дыню, потому что они, как мне показалось, дынька была хорошая, очень спелая, очень сочная, очень зрелая. Но когда я попробовал персики, мне показалось, он кисловатый. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Пытаюсь по глазам определить, какое у вас настроение. Сытая. Угу. Довольная. Так. Ой. Грустная. Грустная. Жаль, что мы не сможем вас видеть больше по вечерам. Дорогие друзья, мне тоже будет вас не хватать. Но сейчас я выполню ответственную миссию и сообщу вам. Пятый ужин этой недели подошёл к концу. Впереди у нас церемония награждения победителя. Но прежде чем она начнётся, я попрошу вас выставить оценки Анжели. Не прощаюсь. Увидимся. На горшин вкус. Баклажаны сегодня оказались очень мягкие, без корочки. Мясо суховато. Я думаю, что в связи с этим он снизит мне оценки. Ну и может быть поставит не более 70 баллов. Я ставлю такую оценку, потому что мне понравилась только закуска и десерт. Я думаю, что сегодня Сергей мне поставит порядка 90 баллов, потому что, в принципе, я угодила в основном в двух блюдах. Единственное оказалось оказаться с баклажанами, но я просто не знала, что Сергей их не употребляет. Я ставлю такую оценку, потому что сегодня закуска и десерт меня очень разочаровали. Я так думаю, что Лене вечер сегодняшний понравился. Были маленькие недочеты с моей стороны, это в отношении мяса. Оно показалось ей суховатым. Ну, я думаю, что Лена мне поставит не больше 80 баллов. Анжела, извини, ничего личного. Это была моя тактика всю неделю, потому что она очень увеличивает мои шансы на выигрыш. А я очень хочу выиграть. Исходя из тех замечаний, которые были высказаны в мой адрес со стороны Виктора во время ужина, я думаю, что оценка Виктора будет также не больше 80. Довольно низкая оценка, потому что голодный, очень голодный. Из-за Чайковского как-то обидно. Званный ужин Анжелы Русаковой ее соперники оценили всего лишь в 160 баллов. Мы вплотную приблизились к самой торжественной части нашей программы – церемонии объявления победителя. Однако, прежде чем я вернусь к героям, давайте выясним, кто, по их мнению, больше других достоин звания лучшего хозяина. Я считаю, что все-таки наиболее гостеприимной среди нас всех оказалась я. И поэтому я думаю, что выиграю я. Анжела очень хорошо провела вечер. Я думаю, что ей поставят высокие оценки. Но все равно надеюсь, что я выиграю. Думаю, что мой прием был значительно радушней, если оценивать с точки зрения кухни, развлечения, в целом. Я думаю, самый лучший ужин был у Гоши, так как там было и вкусно, и весело. И вообще, Гоша как человек мне очень нравится. Я считаю, победить должен Виктор, потому что у него шикарная квартира и прекрасный ужин. Дорогие друзья, внимание, через несколько мгновений вы услышите результаты вашей кулинарной борьбы. Вы готовы? Да. Мы ждем. Итак, сейчас вы услышите имя человека, который занял пятое место. Мужчина это или женщина. Вы поймете, когда я скажу занял или заняла. Пятое место с результатом 120 баллов. На этой неделе заняла Елена. Да, можно поаплодировать. Очень круто. Поздравляем. 140 баллов. На этой неделе получил Сергей. Он занимает четвертое место. Ух ты. Я тоже лидер. Другое странное. Что ж, внимание, друзья, интрига нарастает. Третье место. С результатом 160 баллов занимает Анжела. Поздравляем. Бронза. 180 баллов. На этой неделе заработал Гоша. Он на втором месте. У-ху. Виктор, поздравляем. И, внимание, на первом месте Виктор. У него 210 баллов. Бронов. Мы поздравляем Виктора. Он становится победителем и завоевывает право называться лучшим хозяином этой недели. Грома вас. Витя, я поздравляю тебя с победой и вручаю сертификат на получение приза от программы «Званный ужин». Мы дарим тебе плиту, которая поможет добиться совершенства на кухне. Спасибо. Друзья, великолепной Фаине Раневской принадлежит следующее высказывание. «Я родилась недовыявленной и ухожу из жизни недопоказанной. Я не до». Хочется верить, что ни один из вас не может о себе такое сказать. Надеюсь, что вы остались довольны прошедшими ужинами и выложились на все 100%. Я желаю вам всего самого наилучшего. Счастливо. Будьте здоровы. Спасибо. Русская пословица гласит. Вчера не догонишь, а от завтра не уйдешь. Осталась позади еще одна неделя званых ужинов. Однако наша новая встреча не за горами. Обязательно смотрите продолжение кулинарного соревнования «Званого ужина» на будущей неделе. Только на этот раз вашим проводником мир гостеприимства станет мой коллега Григорий Шевчук. Я же с вами прощаюсь и напоследок напоминаю. Все гостеприимное хорошо, а все кулинарное просто. Желаю вам отличных выходных. Будьте здоровы. Моя тактика не помогла. Ну и на самом деле, как оказалось, не так-то я и хотела выиграть. Я как бы и рассчитывал на четвертое, на третье. Ведь главное для меня было не лидерство, а участие. Ну, рассчитывал я, конечно, на первое. Ну, думаю, что в дальнейшем буду стараться и займу первое место. Третье место, которое я заняла в данном конкурсе, собственно говоря, ну, небольшая неожиданность для меня. Но, тем не менее, я спокойно смотрю на эти вещи. Я действительно очень рад, удивлен, что так все произошло, на мой взгляд, объективно. Очень благодарен ребятам за вот такую оценку. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...